В эфире программа Актуальное интервью, студия Ольга Русул, здравствуйте. В начале марта в столице Ханты-Мансийского автономного округа Югры прошел 7-й Всемирный конгресс оленеводов. Уникальное культурное и профессиональное мероприятие объединяет представителей оленеводческих народов со всех циркумполярных стран. Организуются ассоциации оленеводов мира. Участие в 7-м конгрессе принял председатель союза оленеводов Ненинского округа Владислав Иучейский. Здравствуйте, Владислав Александрович. Добрый день. Владислав Александрович, давайте начнем с конгресса. Расскажите, пожалуйста, что это было за мероприятие, как часто проводится, кто участие в нем принимает? В конгрессе принимают участие все российские, во-первых, регионы, оленеводческие регионы России и те страны, в которых оленеводство присутствует. С нашей стороны в этом конгрессе участвовали Ладышев Алексей Поликарпович, председатель общины Канин, глава крестьянско-фермерского хозяйства ВАНУ, это представитель СПК ЕРФ, хозяйка ЧУМа КФХ ВАНУ Екатерина Алексеевна Литкова, жена Илья Гавриловича, хранительница оленеводческой династии. И принимал участие я. Алексей Поликарпович принимал участие, так как он входит в состав правления Союза Оленеводов Мира. И этот конгресс проводится раз в четыре года. Прошлый конгресс был в Швеции. Какие вопросы в повестке дня были и насколько они актуальны для оленеводов Ненецкого округа в первую очередь? Вопросов было много. Были прекрасные доклады, прекрасные, как это сказать, прекрасные доклады, красивые презентации. И каждый регион делился своими проблемами и успехами. Очень хорошо, что вот этот конгресс собирает столько людей. И учредители и основатели этого Союза Оленеводов Мира, они особое внимание обращают на то, чтобы в этих конгрессах участвовали именно оленеводы, которые живут на земле, работают с оленем. И все свои проблемы, успехи видят изнутри и чувствуют их. А вот если смотреть конкретно по Ненецкому округу, что полезное на конгрессе было, какой-то был полезный опыт, какие-то были полезные начинания, что-то можно было для себя почерпнуть, чтобы жизнь наших оленеводов была лучше, чтобы отрасль эта жила, развивалась? Ну, конгресс, во-первых, это обмен опытом в законодательном плане. В каком смысле? То, что конгресс, во-первых, вырабатывает предложения, выходит с законодательными инициативами федеральные органы власти, либо каким-то образом влияет на, может повлиять на общую картину, которая предоставлена в оленеводстве, во-первых, России, во-вторых, в мире. С другой стороны, собирается аналитика большая, ведется большая работа по этому поводу, изучаются очень сильно, изучаются вот эти вот успешные практики в оленеводстве, касающиеся всех сфер деятельности, то есть всех, начиная от обуви, заканчивая болезнями животных, и ситуации с молодежью, которые, в принципе, везде одна, практически везде одни и те же проблемы, эти проблемы анализируются, аккумулируются в какой-то резолюции. То есть съезд каждый раз вырабатывает резолюцию, и на основании этой резолюции, как бы уже, во-первых, регионы действуют на местах, во-вторых, оленеводы выходят с инициативой изменения в законодательстве, либо какие-то разрабатывают региональные и федеральные программы. То есть в этом году была хорошая новость, то, что вот этот долг, долгий и мучительный закон о оленеводстве, российский федеральный закон о оленеводстве, он как бы попал в Госдуму на обсуждение, и я так понимаю, что он скоро, в скором времени будет принят. А если картинечка, в чем суть закона о оленеводстве? Что он дает? Во-первых, закон о оленеводстве дает гарантии прав. То есть с одной стороны. С другой стороны, он защищает территории, на которых ведется деятельность оленеводческих хозяйств и семей в том числе. Это большой всеобъемлющий документ, на основании которого можно будет работать и опираться регионам. С одной стороны. С другой стороны, это документ, на который можно будет выносить дополнения и изменения, исходя из текущей ситуации и прогнозируемой ситуации, которая будет происходить именно в оленеводстве. Вопрос еще в том, что каждый регион, ведь он своеобразен, и ведение оленеводства немножко отличается. И Конгресс как раз собирает представителей всех оленеводческих регионов. Для обмена опытом это каждый раз происходит. Люди общаются между собой, и каждый у кого-то что-то перенимает в свои какие-то успешные практики. Потом, с нашей стороны, я как представитель союза оленеводческого округа, больше мне со стороны законодательства интересен сам съезд и этот Конгресс. Очень много практик по, даже не практика, а опыта работы с промышленностью. То есть мы все прекрасно знаем, что наша Арктика, наша территория очень уязвима, и с периодичностью происходят какие-то катаклизмы. Мы понимаем, на сегодняшний момент мы начинаем понимать и понимаем, как с этими катаклизмами работать и как их не допускать, с одной стороны. С другой стороны, все прекрасно понимают, и оленеводы это понимают, что мир идет вперед, от этого не избежать. То есть это промышленного освоения не избежать. То есть все хотят, чтобы страна была сильна, во-первых, сильна на международном уровне, во-вторых, все заинтересованы жить хорошо на своих территориях и гордиться своей страной. И очень важно сохранить этот баланс между промышленностью и традиционным природопользованием. Причем все прекрасно знают и понимают, что промышленность пойдет, с одной стороны. С другой стороны, оленеводы, те, которые живут на земле, они знают и понимают, что они живут правильнее гораздо. То, что от них не происходит никаких катаклизмов, разливов и тому прочего. Вот. Они со своей стороны, они предупреждают эти все, хотят предупредить, хотят, чтобы это не случалось на их территориях, на их землях. Ну и самая главная задача – жить, присутствовать в Арктике, в нашей Арктике и кормить собственный народ и собственную страну. А если опять же еще о съезде несколько вопросов, вот если смотреть оленеводы других регионов, наши оленеводы, как можно оценить их, наших оленеводов? Насколько у нас здесь хорошо, плохо? Какие много у нас проблем, там меньше проблем? Как вот в целом? Во-первых, наши оленеводы всегда отмечают, что это видно по нескольким небольшим деталям, да? Я думаю, что все оленеводческие регионы, не только России, но и мира, они применяют методы, которые применяются в ненецком типе оленеводства. То есть они понимают, что вот это оленеводство, которое родилось у нас в Ненецком округе, оно универсальное, оно работает по всему миру. Вот это вот, это наша гордость с одной стороны. С другой стороны, проблемы в принципе схожи, проблемы схожи, но очень приятно видеть тех людей, которые не унывают от этих проблем, они идут вперед, чего-то достигают, эти какие-то проблемы решают. Вот, допустим, у нас на прошлом съезде оленеводов в Швеции, как бы, мы докладывали, ну, то есть успешную практику ненецкого округа докладывали об этом лагере, детском лагере, который придумала Ольга Владимировна Евтыса, семинар 2 общины в ИТУ, который на лагере работал, у нас там были дети. Вот мы об этом, об этой успешной практике рассказали, то, что вот у нас проводится этнолагерь для детей из поселка, которые из оленеводческих семей, даже не из оленеводческих семей, а из оленеводческих династий, но которые сели в поселке, допустим. Это очень было поразительно наблюдать, когда вот Ольга Владимировна, там, ребята, которые, ну, олени-то редко видели, по окончании недели они уже спокойно ездили на упряжках. Вот. Ну, вот, и в этот съезд нам показывают Саха-Якутия, детское движение «Юный оленевод», прекраснейший проект, который действительно… Людям эти дети могут быть там… Ну, она сказала, как бы, ну, это не было сказано не для… не в докладе, а уже в приличном общении, там, в свободное время, что, да, есть дети, которые из трудных семей. Не полных семей, родители, может, неблагополучные, но, по крайней мере, детям нравится, они идут, они занимаются оленями, они в своей среде. То есть, и суть этого проекта не в том, чтобы научить оленеводство, да, а суть в том, чтобы привить любовь к своей родине и научить с этой родины жить именно не в тепличных условиях, там, поселка или города, а именно на природе, вот, в тех естественных условиях, в которых жили их, пускай не родители, деды, прабабушки, там, их предки. Вот, и такая вот положительная, положительная такая картина, то, что, да, молодежь с неохотой идет, но, по крайней мере, эти практики существуют, они идут, и это будет, и за этим будущее, то есть, это в каждом регионе надо делать. Вот, ну, все прекрасно знают, что у нас волейбольный острый, допустим, на сегодняшний момент самый успешный Ямал, да, понятно, Якутия за это тянется, Чукотка не отстает, Ниньский округ, тоже стараемся. Вот. Полностью, вот, буквально, вот, недавно приезжал Николай Тимофеевича Таибария, там, у него жена с Оксарки, допустим, она приехала, он приехал, говорит, в Суконном совике, красивый совик, говорю, где такое сукно брали? Это, говорит, там в Оксарке выдают оленеводы. Вот тоже практика такая интересная, да, вот, задуматься, да, в Оксарке выдают там оленеводчикам семье два рулона этого сукна в год. На пошив одежды. На пошив одежды, да. Вот, съездили в поселок Коткино, они идут, они идут по улице Малецов, пошли в столовую там. Видно, что народ, вот, люди, которые живут в Коткино, они давно таких оленеводов не видят. Понятно, у нас очень много работы в этом плане. Понятно, что надо идти вперед, с одной стороны. С другой стороны, вот этот конгресс, он, как Екатерина Алексеевна Литкова сказала, что он придает сил. Придает сил, как бы, жить так, как я живу, и считать, что это правильно, потому что он увидел столько людей, которые живут и болеют оленем, и живут так же в тундре, как она. Вот, так же пытаются сохранить свои семьи, сохранить свои оленеводческие династии. Традиции. Традиции. Традиции и жить в этом направлении. Вот этот конгресс, вот главная задача, как бы, придать сил, действительно, это действительно так. То есть Алексей Поликарпович вернулся в хорошем боевом настрое, то, что у нас все правильно. И еще раз скажу, что вот этот баланс, как бы, он тоже очень влияет на саму философию, саму психологию людей, которые живут на земле. То есть они увидели, что не то, чтобы... Есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться, да, увидели, что в регионах есть красивые, красивейшие, сильные практики. Есть, действительно, есть проблемы у всех. Проблемы у всех практически одинаковые. Вот. Остро строит проблемы не только у нас с девушками, с женщинами в тундре. Вот. Почему, почему, вот, и это ведь тоже так, что неспроста и ниоткуда взялось. Я так понимаю, вообще молодежь не хочет просто идти в отрасль, просто не хотят учиться и не приезжают обратно. Уезжают учиться и не приезжают. Про учебу тоже могу рассказать очень интересный момент. То, что понятно, что государство старается учиться. Да, вот я разговариваю с оленеводами. Допустим, вот у нас есть Александр Бобриков, да, из династии ганинских оленеводов. Все, он был учился в школе, летает пилотом вертолета, командиром его вводят, пытаются, ну, хотят, чтобы он стал командиром вертолета. Он же тогда, очень интересный такой момент был, вертолет прилетел в ЕМТО, и, ну, и прилетел, и прилетел. Да, ЕМТО же там не видели никогда, чтобы пилоты вертолета управляли упряжкой. Саша Бобриков говорит, дайте упряжку, говорит, экипаж привезу. Он съездил и привез. Они так, вот, и вот они его до сих пор вспоминают. Где этот тот пилот, который умеет летать на упряжке? Вот, и понятно, что они понимают, что образование вот это надо. Без этого образования мы, как бы, если бы Саша Бобриков не получил образование в средней школе, он бы не стал пилотом. С другой стороны, как это сделать так, чтобы дети, которые закончили эту школу, вернулись в тундру? Ну, это совершенно два разных метода образования, так скажем. Вот, и это вот движение ЮНЕЛИ, и вот, и там, допустим, эта практика, этот этнолагерь, который Ольга Владимировна делала, она способствует тому, что дети прекрасно понимают, что свободно. С одной стороны, они могут выбрать свободу тундры и жить свободным, красивым человеком со своими оленями в тундре, и либо у них есть шанс научиться управлять вертолетом, допустим, или там, не важно, не важно, кем стать. Я, кстати, всегда удивлялась, вот, дети, которые жили какое-то время в тундре, да, родились, может быть, в тундре, с каким восторгом они рассказывали о своих летних каникулах в тундре. Мне было это немножечко, вот, ну, непонятно, так скажем, да, как-то дети больше радуются там каникулам на море, а тут просто невероятные эмоции, невероятный восторг, когда ребенок провел все лето в тундре. Это может быть не, как, как, это может быть просто, это разные ощущения, да, допустим, допустим, вот меня, вот я съездил в Москву, это не мое, нельзя там мне, не могу я там, просто не могу. Вот, я дома, я в своей тарелке, да, меня хоть никакими пряниками, ни в Москву, ни в Питере, долго не затянешь там, мне трудно там, я не могу уже, вот, причем мороз, не мороз, на улице спокойно себя чувствую в тундре, там, на снегоходе, там, с оленеводами, как бы мне, я чувствую, что я там, и я там на месте, это внутренние ощущения, да, вот, и это внутренние ощущения надо дарить, как бы, с одной стороны, с другой стороны, это же ведь внутреннее ощущение, ощущение родины, своего края, ты, куда бы тебя жизнь ни закинула, ты всегда знаешь, что у тебя есть, куда вернуться, и там тебя примут любым. Расскажите о Союзе Оленеводов. Что это за организация? Как давно она существует и какие вопросы решаются, кто входит в нее, в эту организацию? Союз Оленеводов организован был в 2010 году моим отцом, Учейским Александром Ивановичем. Туда вошли семейно-родовые общины, сейчас два крестьянско-фермерческих хозяйства и часть сельскохозяйственных производственных кооперативов. Учредителями были три семейно-родовые общины. Задача была, ясна и понятна, представлять интересы сначала на региональном уровне, то есть внутри собственного региона. Потом Союз Оленеводов Ненецкого округа вошел в состав Союза Оленеводов Российской Федерации. То есть мы уже представляем наш Ненецкий округ, наших оленеводов уже на федеральном уровне. Задач очень много, проблем много, которые надо решать. Вот проблема с дровами была, ну то есть отец у меня добивался, чтобы была доставка дров для оленеводов по льготной цене. Это работает, это востребованная история. Изменение в законодательстве, то есть даже в нашем региональном, нашу федеральную сторону защиты прав и интересов коренных малочисленных народов, которые живут на территории Ненецкого округа, это не то, что именно оленеводов, а именно всех. Плотную работу ведем с департаментом природных ресурсов, с аппаратом администрации, то есть департамент региональной политики, департамента финансов по поводу формирования региональных форм поддержки. Вот сейчас буквально недавно проходили слушания, как бы изменения законов о субсидировании, порядка субсидирования за продукцию оленеводства. То есть очень хорошо, что департамент нас услышал, пошли навстречу, мы плотно с ними работали и как бы нашли вот эту золотую середину, которая помогает нашим оленеводам реализовывать свою продукцию сейчас вот не только на территории Ненецкого округа, но и представлять свою продукцию уже Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Вологд, география растет, что не может не радовать. С другой стороны, оленеводы поняли, что продукция востребована, что они нужны, во-первых, они нужны, их труд нужен. И вот как раз вот отработав с департаментом, с Юрием Васильевичем, было принято, спасибо Юрию Васильевичу, что принято такое решение, понести изменения, которые устраивают именно наших оленеводов. Сейчас, в прошлом году проработали, попали мы в программу развития Арктики и Дальнего Востока, то есть выделены средства именно для людей, ведущих традиционный образ жизни, их порядка 67 миллионов, в итоге с финансированием региональным получается 108 миллионов, это тоже, я считаю, что вся наша общая победа, наше общее представление о том, что нужно помогать, во-первых, во-вторых, нужна инфраструктура в тундре. Как раз вот на съезде, на конгрессе оленеводов в Ханты-Мансийске мы услышали очень прекрасные доклады по поводу, прекрасные доклады и результаты работы факторий, допустим, на Ямале. Что такое фактория? Фактория – это женческая бытовая база, которая находится в тундре, которая обеспечивает оленеводов хлебом, продуктами питания, бытовые услуги предоставляют, с одной стороны. С другой стороны, дает возможность привести, реализовать часть продукции, которую оленеводы производят. Там, будь то ягоды, грибы, мясо, неважно что. На сегодняшний момент мы видим, что, допустим, оленеводы в Хатайбарей, в районе Ватья-Арты, в озере Ватья-Арты, они за продуктами, за бензином ездят 180 километров до Воркуты. Это и тоже целая проблема. Причем люди в поселке, у них, в принципе, шаговая доступность. Вот это тоже сложный вопрос, тяжелый вопрос, долгий вопрос, но, по крайней мере, мы видим, что вот эти вот чукотская, якутская, потом даже вот эта ямальская история, ямальцы начали с факторий, и вот понятно, что у них люди в тундре живут, которые были, и созданы условия для того, чтобы они действительно ни за бензином, ни за продуктами не ездили там 200 километров. И понятно, что люди задерживаются. С другой стороны, да, у них тоже есть отток, вот именно женщинам, то, что женщинам очень нравится, когда истинная вода течет. То есть не надо ни ходить, ни лед, ни лед в чум заносить, ни снег растапливать. Вот есть такая, тоже это каждый, практически каждый регион как бы отметил эту проблему. А как ее решить-то? Можно как-то решить? Есть какие-то путешествия, как женщин в тундру заманить? Чем? Женщин в тундру заманить? Ну, мы увидели, кстати, вот на этом конгрессе, там, с нами коллеги наши поделились, там, в том плане, что применение современных материалов уже, пристреливства чумов и традиционного жилища, там уже, ну, применяются уже современные, более легкие, долговечные материалы. Увидел в Ханты-Моисийске, у хантов, кстати, стоят уже, не просто печи-буржуйки, допустим, а уже печи, которые длительного горения на дровах. Это же тоже прекрасно. Вечером затопило ее, там, ну, лег спать, а утром она все еще топится. Ну, да, не надо следить, и безопасно. Не надо следить, и вот, с другой стороны, оленеводы ночью не топят печи. Они их и стопили, спать легли, а утром ее снова растопливали, ну, прохладно стегка, ну, если не сказать, что совсем холодно. Вот, а тут печи длительного горения, вот, это вот, тоже очень важно, с одной стороны. С другой стороны, печь длительного горения – это экономия ресурсов, которая позволяет, то есть, заставляет меньше изготавливать дров, так скажем. Потому что современные нюки сейчас шьют, вот, покрышки для чумы из современных материалов. Не то, что со шкур, там, как раньше, со шкур, со шкур никуда не идут, это универсальное средство, да, а вот эти нюки уже, которые стеганы из… Из презента же и делают. Из бамбукового волокна внутри, и теплые, и легкие, и бамбуковое волокно не гниет. Вот, в Якутии очень сильно хорошо применяется. А что нужно сделать, чтобы вот в Ненецком округе эти технологии тоже внедряли, чтобы оленеводам Ненецкого округа тоже жилось хорошо, комфортнее, так скажем? Ну, мы, я так… Мы, в принципе, не только я, все, ведь, наблюдают эту историю, что мы там ждем каких-то инвесторов, там, кто-то придет, инвесторы, там, денег принесут, там, вот, у нас все построят, сделают. Это совершенно не так. Они не придут, инвесторы. Пока мы в себя, в собственный регион, не начнем вкладывать собственные же средства. Как только мы начнем красиво жить, люди из них тоже обратят внимание, что они тоже так хотят, и к нам приедут. Вот. Программу, программу развития оленеводства, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, я и на совещании при губернаторе об этом сказал, что, действительно, на сегодняшний момент мы считаем, что надо тратить полтора миллиарда в год на поддержку оленеводства на том уровне, который у нас сейчас. Мы пока не говорим о развитии и идти вперед. Понятно, что у нас в глубокой модернизации требует мясокомбинат, чтобы наша продукция, которую выпускает мясокомбинат, была на мировом уровне, с одной стороны. С другой стороны, как только она станет мирового уровня, она будет востребована. У нас есть, да, очень с департаментом финансов и экономики мы отработали. Спасибо, Татьяне Павловне, что услышал нас, и у нас стали образовываться предприятия переработки. СПК ИРФ, Ижинский оленевод, потом Петров, Канинские оленеводы, они сделали свои переработки. Из-за этой переработки СПК ХАРП мы начали кормить собственное население. Собственное население собственной безопасной продукции. Это не может не радовать. То есть это возможность, очень хорошая возможность и подспорье. То, что, во-первых, это сразу дает периодичность, ну, какой-то график поступления денежных средств, независимых от оленеводства, от субсидий, от забоя и всего прочего. То есть это стабильные какие-то средства, которые постоянно приходят именно в хозяйство, которые поддерживают хозяйство. А вообще вас слышат на высшем уровне, да, региональном высшем уровне вас слышат, вот руководители департаментов, как быстро реагируют на просьбы, как оперативно это происходит? Или приходится долго что-то доказывать? Ну, понимаете, там тоже ведь свои регламенты и планы, допустим, да. Вот у нас, они, это люди, которые хотят сделать все быстро, хорошо, красиво, но они связаны вот этими вот законами, которые не дают и мешают им это делать. Вот, то есть на сегодняшний момент в каждом действии департамента там все время ищется какая-то коррупционная составляющая. Ну, и понятно, что руководители департаментов и руководители регионов там не могут там быстро отреагировать на какую-то проблему. То есть сначала надо эту проблему выявить, потом провести опрос, да, действительно ли это проблема? А, да, действительно проблема, да. Давайте будем выдвигать ее в собрание депутатов. В собрание депутатов, вот, у нас в плане то-то, то-то мы можем поставить этот вопрос на эту сессию, да. Вот, прошло на сессию, там на сессии, там, вот, доработать. Услышали все мнения, доработать. Ну, и понятно, что такой оперативности нет. С этими, вот, с теми же самими дровами, там, для оленеводов эта история ушла на 3-3,5 года, пока это заработало. Да, понятно, что мы сейчас работаем, шлифуем эту историю с дровами. То, что есть моменты, которые в этом нам не нравятся, но ничего страшного, как бы это все равно идет. С другой стороны, оленеводы так тоже и говорят. Сегодня, я сказал, через 5 лет будет. Ну, это такая, ну, это практика такая. Не надо ничего быстрого ждать. С департамента отрабатываем, находим общий язык. Понимают нас, так скажем. В каких-то вопросах, в других вопросах не могут выше головы прыгнуть. Ну, тихонечко идем, вот, сегодня сказали, через 5 лет будет, ничего страшного. Ненцы 2000 лет могут ждать. Вот. А какие сейчас у вас такие текущие проблемы есть, которые, вот, над которыми вы работаете, которые хотите решить в ближайшее время? Ну, текущие проблемы, в принципе, вот, побочная продукция, а не оста. То есть, этот вопрос, там, спасибо Матвию Михайловичу, там, подняли этот вопрос на уровне президента, этот шкурный вопрос, да. На сегодняшний момент, это сколько лет прошло? Это давно уже, больше пяти лет, мне кажется. Да, это давно прошло, да. И этот вопрос все идет, идет, идет. Мы подходим тихонечко. Вот, как раз, вот, в рамках работы Союза Оленеводов Мира, Ассоциации Оленеводов Мира, мы посетили шкурное производство, завод по переработке шкур Финляндии. То есть, на сегодняшний момент у нас Анатолий Яковлевич Тенеру с Чукотки приехал, рассказал, что вот они построили завод свой, перерабатывают шкуры оленя, в плане расширить, там, еще и перерабатывать шкуры мурзверя. Вот, это красивая практика, мы с ним очень хорошо пообщались, он, в принципе, он доволен, что это появилось и появилось на территории. С другой стороны, мы прекрасно понимали, когда начинали этот проект по поводу переработки шкур Финляндии, то есть, мы прекрасно понимаем, что это перерабатывать на нашей территории, потому что непонятно, что произойдет дальше с миром. Вот, что, в принципе, и случилось. В прошлом году от наших шкур отказались, потому что наступила пандемия, и продукция вот этого завода стала невостребованной, потому что нет туристов, никто не покупает. А что вот этот завод из этих шкур может делать вообще? Выпускает декоративные шкуры, выпускает кожу, изделия из кожи шкуры оленя. Это тоже династия Пока занималась этим с 20-го года, я так понял, что они занимались переработкой шкур. Вот, достигнуто было соглашение, что они дадут нам технологию переработки, то есть, вот эту вот наработку, интеллектуальную собственную семью они готовы с нами поделиться. Вот, на Чукотке построили такой завод, спасибо чукотскому правительству, выделили средства. Анатолий Яковлевич приехал, доволен, что действительно сейчас шкуру не выкидываем, а перерабатываем, будем перерабатывать. А изначально такая история была, что у нас как бы недалеко тут транспортная логистика, с Чукотки, да очень далеко. Вот, и вот пошли таким путем, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что этот путь там тоже надо идти. То есть, мы 40 тысяч шкур выкидываем каждый год, 40 тысяч голов уходят неизвестно куда. Ну, понятно, это есть, и этим надо заниматься, но ничего страшного. Мы начали этим заниматься, прошло всего 3 года, еще 2 года впереди. Через 5 лет будет, ну, как обычно говорят. Потом, действительно, вот история с кочевым образованием, да, допустим, образованием мы коснулись. Ну, вот оленеводы не хотят детей отдавать, там, первый и третий класс, да, с другой, с одной стороны. Национальный кадр надо преподавателей готовить. Почему национальный? Потому что преподаватель должен думать так же, как ребенок думает. То есть, это не национализм, это просто так, что вот эти люди думают немножко по-другому, чем вот те, которые у нас на сегодняшний момент преподают. То есть, и для ненецких детей наши ненцы же преподавали, потому что они думают одинаково. То есть, и эта же практика очень давно идет, то, что ребенок из тундры, из тундры ребенок пришел, он по-ненецки говорит, по-русски не понимает. Он всю жизнь считает на пальцах, он там, в 7 лет, он знает ненецкий калькулятор, как считать на пальцах. Ну, это же оленей считают, там, отлично. Да, да, как считать на пальцах. А его заставляют писать цифры, какие-то цифры считать. Вы скажите, что сосчитать-то, я сосчитаю, не надо мне ничего записывать. И вот такие вот маленькие нюансы, как бы они, естественно, влияют на успеваемость. Вот. А успеваемость – это действительно образование. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что огромное количество талантливейших людей в тундре, детей в тундре талантливейших, в которых надо немножко, их выявить надо. То есть, он, ребенок, он не знает, что он талантлив в какой-то, в какой-то деятельности, там, и рисовать, петь, там, и стихи сочинять. Вот куда у нас, на сегодняшний момент у нас, куда делись Печкова-то? Они никуда не делись, они есть. Они есть. Вот. И вот эта вот действительно проблема-то, такая проблема-то, она, она не на поверхности, но она, вот, действительно, Конгресс подтверждает, что это, оно везде есть. Вот эти вот. А какие ближайшие планы у вас вот в конце программы? Расскажите, что в ближайшее время вы планируете чем заняться, на что внимание уделить? Мы должны создать условия для жизни в тундре. В тундре. Мы должны создать фактории. Прекрасные практики у соседей по снабженщинским, с бытовым факториям. Мы прекрасно понимаем, что люди достойны тех же условий, которые получают в городе или в поселке. На сегодняшний момент, действительно, да, это так, что мы вот должны сделать факторию, чтобы люди в тундре задержались. Где было такого? Ну, смотри, тут проблема-то очень огромная, она большая и сложная. У нас вот с этими, ну, понятно, что все там, вот надо жилье там для оленеводов, квартир, дома там и все прочее. А дали жилье оленеводу в поселке. И вот у него теперь два дома стало. Один дом там в тундре возле оленей, возле своего стойбища, да, второй дом тут в поселке. Ну, и понятно, что удобно, когда из крана вода течет, из стены. Вот, и мужчине, как главе семьи, как главе стойбища, как бы, и он начинает разрываться, да, в комфортные условия там. Понятно, что для своих детей все хотят комфортные условия. А с другой стороны, доход, жизнь и свобода там. И вот он в таком балансе, из которого ничего хорошего не уйдет, это было уже пройдено давно. Сейчас вот у меня оленеводы начали строить просто себе дома в тундру завозят и строят. То есть, не ждут факторию там какую-то. Они просто купили комплекты стройматериалов, уезли, начинаются и строят. Вот и история вот с Митрофаном там. У нас есть оленевод Митрофан. Многодетный оленевод, все, хорошие, стойкие оленеводы, прекрасная семья. Прожил три года в поселке, и дети потерялись. Дети начали теряться из-за того, что рядом магазины, рядом влияние какого-то, ну, этого деревенского населения. Он посмотрел, что так дело дальше не пойдет. Он собрал все свое хозяйство, всех своих детей и уехал из поселка в тундру. Там строят дом. Живут в чуме, рядом строят дом. И такие вот... И это не один или не вот такой. Хотим комфортных условий для детей создать. Вот, все, сейчас вот дом построим, будем зимовать в этом доме. На ледо будем идти на летнее пастбище с чумом. Вот для таких людей надо создавать условия. И понятно, что и его дочери, сыновья там очень большой шанс, что они останутся в тундре. Владислав Александрович, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам. Приходите еще, расскажите о том, что получилось. Я надеюсь, что все у вас получится. А я напоминаю, что о прошедшем в Югре 7-м Всемирном Конгрессе оленеводов мы говорили с председателем Союза оленеводов Ненецкого округа Владиславом Воучейским. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok